Добрый день! Сегодня мы с вами продолжаем изучать дисциплину основной финансовой математики. И тема сегодняшней нашей лекции это дисконтирование. Мы также с вами будем разбираться с тем, как интерпретировать формулы для той или иной практической задачи. Сначала вспомним базовую формулу. Если вы помните, то для определения текущей стоимости, а именно ее мы еще в процессе дисконтирования, мы использовали формулу, основанную на учетной ставке. В этом случае из будущей стоимости мы измали дисконт. Нажали на 1 минус D. Такое дисконтирование называется банковский или иначе коммерческий учет. Это прямая задача. Кроме того, мы можем найти текущую стоимость через ставочку R. Такая задача называлась обратной. Такое дисконтирование принято называть математическим. При этом я хотела бы еще раз подчеркнуть, что чаще всего в практике используется именно математическое дисконтирование. Банковский учет обычно используется только для краткосрочных операций. Давайте с вами посмотрим, как переделать или интерпретировать эти формулы. Если вы помните все тот же сосед Сидоров, просто у вас занять ему деньги. Он обещает вам вернуть 150 тысяч рублей. Но обещает вернуть не через год, а, например, через два. Сколько тогда разумно занять Сидорову? Сколько вы готовы вложить на него сегодня? По аналогии с наращиванием, вы понимаете, что в этом случае процентную ставку нужно умножить на период инвестирования. Но мы помним, что проценты бывают простые и сложные. Итак, давайте с вами посмотрим, как ведут себя формулы при прямой и обратной задаче, при условии начисления простых и сложных процентов, если мы инвестируем на период N лет. Если проценты простые, то все очень просто. Мы процентную ставку просто умножаем на N. Неважно, где она находится. При прямой задаче это обычная запись, при обратной задаче процентная ставка находится в знаменателе. Но это не меняет ситуацию. То же самое, если проценты сложные. В этом случае мы с вами скобочку возводили в степень N. И опять же, неважно, это формула на основе учетной ставки или проценты. Снова хочу подчеркнуть, что вот эта формула является основной, наиболее распространенной. Давайте попробуем ее интерпретировать. Итак, я ее просто повторила. PV равно FV, будущая стоимость разделить на 1 плюс R в степени N. Скажите, поменяется ли что-нибудь, если я указанную формулу запишу в виде двух произведений? FV умножить на дробь. Вы видите, что данное равенство верно. Так вот, вот эту дробь 1, деленная на 1 плюс R в степени N, также табулировали. И обозначили как финансовый множитель 2RPN. Дисконтный или иначе дисконтирующий множитель. Давайте запомним, как он считается. Он часто очень нужен при оценке текущей стоимости денежных средств. Текущую стоимость мы можем найти через финансовый множитель. Тогда формула будет выглядеть PV равно FV умножить на FM 2RPN. Посмотрите, как выглядит финансовый множитель 2. Множитель дисконтирования единичного платежа. Если вам Сидоров деньги обещает через год и стоимость денег во времени 4%, то по сути дела сегодня уже текущая стоимость будущих 100 тысяч составит 96. Деньги обесцениваются не сильно. В период небольшой год процентная ставка небольшая. А вот если стоимость денег во времени при инвестировании Сидорова 20% годовых, да и отдаете вы ему деньги не на год, а на два, а на три, то в этом случае занимать вы будете существенно меньшую сумму. Обратите внимание, коэффициент дисконтирования по сути дела уменьшается. То есть стоимость денег, которую вы готовы инвестировать сегодня, постоянно уменьшается, если увеличивается период и растет процентная ставка. Коэффициент дисконтирования показывает процесс обесценивания денег. Чем дольше период, через который вы получите доход, чем выше процентная ставка, тем сильнее и быстрее обесцениваются ваши денежные средства. Итак, запомните, пожалуйста, эту формулу поиска текущей стоимости. На основе процентной ставки, в частности, на основе финансового множителя 2ФМ2РПН. Давайте мы с вами рассмотрим пример. В будущем нам обещают 1000 рублей. Учетная ставка 20% годовых, срок 2 года. А сколько разумно занять сегодня, да, в будущем, через 2 года отдадут 1000? Или миллион, или 10 миллионов, да? Определим текущую стоимость. Сначала на основе прямой задачи банковский учет. Д равно 20%. Мы изымаем дисконт, который, вы помните, компенсирует нам риск, инфляцию, упущенную выгоду. При этом учетную ставку умножаем на 2. Сидорова вы готовы занять только 600 рублей, а 400 – это дисконт, который вы получаете, который компенсирует вам ваш риск, инфляцию, упущенную выгоду и составляет ваш доход. Еще раз акцентирую внимание. Сегодня вы вкладываете в Сидорова 600 рублей, через год он отдает 1000, ваш доход – 400. Если проценты сложные, то скубочку 1-02 мы возводим во второй степени. Получается, что текущая стоимость 640 рублей, а ваш доход – 360. Вывод может казаться достаточно странным. Получается, что если считать по схеме сложных процентов, которая нам казалась выгоднее, то и вкладывать в Сидорова нужно в большую сумму – не 600, а 640. Логика здесь достаточно простая. По схеме сложных процентов вы денежные средства имеете возможность реинвестировать. А значит, ваш доход – 360 с учетом реинвестирования по схеме сложных процентов, в итоге обеспечивает вам ту же самую доходность – 20%. Что и 400 при применении схемы простого процента. Применяя математическое дисконтирование, вы помните, здесь мы ищем на основе процентной ставки. Чтобы найти процентную ставку, мы вспоминаем взаимосвязь между R и D, которая выражается записью 1 плюс R равно 1 деленное на 1 минус D. Из этой взаимосвязи мы находим, что если D равно 20%, то R равно 25. Применяем обратную задачу математическое дисконтирование. Процентная ставка 25% годовых, процент простой. Здесь также R просто умножаем на 2, и получается, что в Сидорова можно вложить 667 рублей. Если процент сложный, то скобочку возводим во вторую степень, и получается, что текущая стоимость будущей – 1640 рублей. Снова мы видим, что при прямой и обратной задаче сложные проценты дают одинаковый результат, а вот простые проценты могут давать искажения. Поэтому, конечно, на краткосрочный период, когда используем простой процент, лучше пользоваться прямой задачей, то есть применять формулу на основе банковского учета. Давайте с вами посмотрим, как ведут себя множители дисконтирования, и заодно запомним их обозначение. Множитель дисконтирования простая, простой процент и сложный процент. Здесь у нас с вами применение учетной ставки, то есть прямая задача. Здесь применение процентной ставки, то есть обратная задача. Это математическое дисконтирование. Ставки, как видите, я взяла эквивалентные. R равно 25 или D равно 20. Ну и вы видите, как опять соотносится между собой множители. Если инвестировать на один год, то неважно, прямая задача, обратная, сложный процент, простой, результат будет одинаковый. Но снова поправлюсь, если нет внутри годовых начислений. Если мы увеличиваем срок инвестирования, то в данном случае теряет смысл прямая задача, уже начиная с периода 5 лет. А вот математическое дисконтирование можно применять всегда. Причем независимо, простой процент или сложный. Давайте с вами рассмотрим, как определить текущую стоимость при инвестировании на определенный период времени, N лет, при наличии внутри годовых. Снова хочу напомнить, что если мы с вами применяем внутри годовые проценты, значит проценты начисляются несколько раз в году. Например, ежемесячные. То есть мы используем аббревиатуру M, для ежемесячных M будет равно 12. Более подробно мы это говорили в предыдущей лекции. Сейчас по аналогии как с наращиванием, так и с дисконтированием. Вы помните, если процент простой, то M не имеет значения. M и M можно сократить. Делим на учетную ставку на M, умножаем все это на M. И неважно, банковский это учет или математическое дисконтирование. M не имеет значения. А вот если процент сложный, то процентную ставку R или учетную ставку D мы сначала делим на M, а потом увеличиваем степень наращивания тоже на M. Рассмотрим пример. Через 2 года вам Сидоров обещает вернуть 10 000 рублей. Учетная ставка 30% годовых. Вариант. Он будет начислять проценты или возвращать вам проценты один раз в год, два раза в год, ежеквартально или ежемесячно. Или собственно говоря, один раз в конце двухлетнего периода. Если он вам вернет всю сумму сразу, через 10 лет, вместе с процентами, то это процент простой. при условии, что он вернет 10 000, при условии, что стоимость денег во время 30% годовых, и на 2 года, получается, что сегодня разумно в него вкладывать не больше, чем 4 000. То есть, если вы сегодня дадите Сидорову 4 000, через 2 года он вернет вам 10, то ваша доходность за 2 года получится 60% или 30% годовых. Если же Сидоров обещает вам платить проценты раз в год, то эти полученные от Сидорова проценты вы можете реинвестировать. И тогда уже, собственно говоря, доходность вашей инвестиции возрастает. Итак, если процент сложный, то имеет значение. Давайте с вами посмотрим, как будет выглядеть текущая стоимость при начислении процентов раз в год. Один раз в год, значит, m равна единичке. Ну, по сути дела, в этом случае, текущая стоимость при применении сложных процентов будет определяться как 1 минус 0,3, и все это в квадрате. Период 2 года. 2 умножить на 1, да, 1 можно не писать. Получается, что, если процент сложный, мы предполагаем, что по окончании года Сидоров возвращает вам проценты начисленные. Текущая стоимость денежных средств будет 4 900. Именно такую сумму можно занять Сидорову на 2 года. Два раза в год Сидоров будет платить вам процент. В этом случае m равно 2. То есть мы с вами 10 000 умножаем на множитель дисконтирования, который равен 30% разделить на 2 раза в году. Всю скобочку возводим в степень 2 раза в году и 2 года. Текущая стоимость получилась 5 220. Варианте v. m равно 4 ежеквартально. И вы видите, что текущая стоимость в этом случае равна 5 360. И последний вариант ежемесячно. m равно 12. Текущая стоимость у нас с вами получилась 5 446 рублей. Напоминаю, дисконтирование помогает определить, какую сумму разумно вкладывать сейчас, если вы ожидаете в будущем 10 000. Сколько разумно сегодня инвестировать в эту операцию? Получается, что чем чаще мы начисляем процент? Если мы применяем схему сложного, то получается инвестировать можно все больше и большую сумму. Сколько на самом деле вы займете Сидорову? Это другой вопрос. Но если проценты вам начисляют, возвращают, отдают чаще, то доходность вашей операции выше. Такая вот особенность изменения. Множить или дорайки, дисконтирование и текущей стоимости при увеличении m при сложных процентах. Срок инвестирования краткосрочный. Помните, мы с вами n заменяли дробью. Это малая деленная на k. Формулу также можно инвестирует для простой задачи, прямой простите, и для математического дисконтирования. Для простого процента и для сложного. В этом случае мы либо ставку умножаем на дробь, либо скобочку возводим в степень дробную. Еще раз подчеркну, что по сути дела банковская практическая деятельность используется для краткосрочных операций. Формула основана на учетной ставке. И здесь мы с вами применяем вместо n берем дробь. А для долгосрочных операций всегда на основе процентной ставки и по схеме сложных процентов. Мы помним, для краткосрочных операций выгоднее и пространство. И тогда удобнее применять прямую задачу, потому что обратно иногда теряется мысль. А вот для долгосрочных операций наоборот. Выгоднее и сложнее. И более того, можно применять только сложные. Потому что в обратном случае мы не учитываем возможности инвестора по реинвестированию полученных доходов. Давайте с вами рассмотрим, как ведут себя множители, да, множители, дисконтирование при увеличении периода инвестиций. Инвесторам есть возможность вложить определенную сумму денежных средств. Сегодня у вас есть время на свободные деньги. Вы готовы их инвестировать. Вы хотите, чтобы доходность была не меньше 20% годовых. Возникает вопрос, сколько разумно вложить денег, если вам предлагают следующие условия. Через год вам дадут 10 тысяч. Но если вы продержите 2 года, вам вернут не 10, а уже 12 тысяч. Если вы не будете забирать свои деньги 5 лет, то вам вернут 25. Вот какой вариант выбора, да, и сколько сегодня разумно вложить в эту операцию. Естественно, для того, чтобы сделать выводы, нужно посчитать множитель дисконтирования. Вы помните, как считается множитель дисконтирования, да. Операция долгосрочная, то есть схема сложных процентов, значит, на основе процентной ставки 1 плюс R, и все это в степени N. Я напомнила вам, как считается коэффициент дисконтирования для схемы сложных процентов, да, а при долгосрочных операциях мы с вами считаем только по схеме сложных процентов. И получается, если R равно 20, а N равно 1, то множитель дисконтирования будет 0,83. При увеличении периода деньги сильнее обесцениваются, да, и вы видите, что множитель постепенно уменьшается. Но с другой стороны у нас увеличивается сумма средств, которые вам обещают. Какой же период вы выберете? И если вы посмотрите, то получается, что наибольшая текущая стоимость получается у денежных средств, которые вы получите при условии инвестирования на 5 лет. Но при этом хотелось бы подчеркнуть, что за все 5 лет мы взяли одинаковую процентную ставку, 20% годовых, а с увеличением срока инвестирования риск растет. Давайте с вами попробуем просчитать, изменятся ли наши результаты, если мы будем учитывать, что ставка дисконтирования растет с каждым годом. То есть в первый год у нас составляет R равно 20, во второй год мы R берем равное 21%, возрастает каждый год. Если инвестируем на 3 года, R будет равным 22% и так далее. А если вы рассчитаете множитель дисконтирования, то, как видите, обесцениваются денежные средства, будут еще сильнее. Так, при инвестировании, например, на 5 лет, множительное наращивание будет уже 0,34%, а не 0,4%, как при предыдущем варианте. И в этом случае вывод, наверное, который вы сделаете, может быть совсем иным. Хотя у нас текущая стоимость на период инвестирования 5 лет по-прежнему самая большая. Если вы готовы отказаться от своих денежных средств, то вкладывать в эту операцию может быть выгодно, так как она обеспечивает наибольшую доходность. При этом снова хочу акцентировать внимание. Инвестировать можно сумму равно или меньше, чем ту, которую вы получили. Если вам предлагают инвестировать в 8 тысяч, то в любую из этих операций вы можете вложить. Если вам предлагают инвестировать в 8 тысяч во втором примере, то получается, что вкладывать на 3 или на 4 года уже неразумно. В этом случае доходность будет меньше желаемых. Ну а год, 2, 5 лет по-прежнему будут привлекательны, так как обеспечивают желаемую вам доходность. Да, например, показывают, как ведут себя множители и как меняется текущая стоимость изменения срока и ставки дисконтирования. Давайте снова посмотрим, как ведут себя множители, если мы применяем прямую и обратную задачу в краткосрочный и долгосрочный период. Напоминаю, прямая задача на основе учетной ставки. Процент простой, процент сложный. Обратная задача – математическое дисконтирование на основе процентной ставки. Проценты простые, проценты сложные. Снова мы видим с вами, что сложные проценты, да, множители всегда идентичны. А вот если простой процент, да, то учетная и процентная ставка дают разные результаты практически на любой период, независимо, краткосрочный или долгосрочный. В исключении один год здесь всегда одинаково при условии отсутствия нитри годовых начислений. Ну и, как я и говорила, на долгосрочный период прямую задачу при простом проценте применять нельзя. Она теряет смысл уже начиная с периода 5 лет. Вы можете посмотреть, какую сумму разумно вкладывать, если вам обещают вернуть 10 тысяч, ну, например, через 30 дней, да. Очевидно, что здесь можно занять 9 тысяч и даже 9 800. Если вам обещают вернуть деньги через год, то больше 8 тысяч, да, занимать нецелесообразно. Если вам обещают вернуть 10 тысяч через 100 лет, то, в принципе, занимать такую сумму на такой период неразумно. Так как при процентной ставке 25% деньги за этот период фактически обесцениваются до нуля. А вот если на 10 лет, то можно занять тысячу. На 5 лет, ну, по сути, дело не больше, чем 3 200. Вот, собственно говоря, все, что я хотела рассказать вам сегодня. Теперь вы знаете, как искать текущую стоимость денег при различных практических ситуациях. И снова напоминаю, что если у вас возникают вопросы, обращайтесь ко мне по телефону или по почте, указанной на слайде. До свидания.